Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ну-ка. Аминь. Давай. Откровение, 17 глава, 14 стих. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним суть званны, и избранны, и верны. Толкование. Антихрист вместе с этими десятью царями будет вести брань с агнцем, устроить великое гонение на христиан, на церковь и на все святое. Откровение, 13 глава, 7 стих. Эти цари будут хулить Бога и требовать поклонения только одному Антихристу. В Откровении, 13 главе, 7 стихе была показана та внешняя победа, которую Антихрист со своими привереженцами одержит над христианами. Здесь же отмечается, что агнец победит их. Это будет в явлении Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный и единый Царь царствующих и Господь господствующих. 1 Тимофеев, 6 глава, 14-15 стих. Этому божественному агнцу сказал Бог, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ноженок твоих. И время, 1 глава, 13 стих. Конечная победа будет за Христом. Заклонный агнец победит своих распинателей. Когда господствующие и цари воздвигли брайна Христа, то забыли, что и над ними есть Господь, и есть Царь. А потому, как бы не бушевала их гордыня, все одно их, конец погибель. Ибо Ему дана всякая власть на небе и на земле. Матфея, 28 глава, 18 стих. Он Господь и Царь. Поэтому и те, которые с Ним, не отрекшись от Него, суть званные в небесное царство. И избранные от земли наследовать спасение, и верные тому, чье имя верное. Откровение, 19 глава, 11 стих. Какое блаженство быть с Ним? Да будем, и мы всегда с Ним, и досаделым соучастниками Его славной победы над миром греха. Важно отметить, что святой Иоанн написал, что именно будут вести брань с ангцем, а не с христианами, а с ангцем. Так и гонителю Савлу Христос не сказал, «Савл, Савл, что ты гонишь моих учеников?» Но сказал, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Деяние, 9 глава, 4 стих. «Поднимающийся на христиан, на церковь, на святыни, не с людьми борется, а с самим Богом, с Духом Его, живущим в его чадах и церкви. О, если бы вы разумели, с кем ведут брань! Какое страшное поражение ждет их!» Откровение, 17 глава, 15 стих. «И говорит мне, вода, которую ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. Толкование. Это означает господство и развращающее влияние на многие народы и страны Вавилона, великой блудницы, города нечестия и разврата. О том, что многие народы объединяются под знаменем этого великого города и во главе с его князем пойдут войной на Израиль», свидетельствует пророк Иезекииль. Иезекииль, 38 глава, 9, 15 стих. Иезекииль, 39 глава, 4 стих. О великом растлительном влиянии этого города на царе земных разных стран пишется и в Откровении, 17 главе, 2 стихе, и в Откровении, 18 глава, 9 стих. «Одновременно Вавилон будет важным центром всемирной торговли». Откровение, 18 глава, 11 стих. «Так, воссела на многих водах великая блудница». Откровение, 17 глава, 16-17 стих. «И десять врагов, которые ты видел, на звери сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее сидят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце, исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии». Толкование. «Но непрочна дружба Ирода с Пилатом». Луки, 23 глава, 12 стих. «Десять царей возненавидят блудницу, великий город кончины века, ставший средоточим всех мерзостей и нечестия». Как это понять? Дело в том, что следует различать город, где воссядет Антихрист от Вавилона. В толковании на Откровение, 11 глава, 1-2, были приведены свидетельства Священного Писания и Святых Отцов о том, что Антихрист воссядет в Иерусалиме, где будет и его храм. Вавилон же совсем другой город. Антихрист будет добиваться поклонений только себя лично. Ничто иное не должно называться великим, кроме его самого. А потому и великая блудница, город его славы и нечестия. Но город великий будет возненавиден, и разорят его десять царей, подчиненных Антихристу. Как был разорен Древний Рим варварами в 476 году. Как был разорен Второй Рим, Константинополь, турками-османами в 1453 году. Так будет разорен и Рим Антихриста, Вавилон, Великая блудница, десятью царями. Это будет начало конца, прелюдия страшного суда. И обнажат Великую блудницу, сбросят Порфиру и Баграницу, отымют сокровища и богатство ее. Тогда предстанет город со всей своей постыдной срамоте, во всей своей постыдной срамоте. Мир увидит истинное лицо этого города, которым столь восхищался и превозносился. В свете этого откровения не опасно ли увлекаться идеей Третьего Рима. Христианство имеет свой град не на этой земле, наш град и жительство на небесах. И вот, когда ходишь по улицам великих городов, видишь их блеск и величие, то невольно думаешь, что же откроется, когда все внешне будет сдернуто, когда город обнажится. Каков будет город, когда исчезнет внешний блеск и все условности, скрывающие бездны, мерзости и беззаконии. Но не ограничатся десять царей тем, что разорят, и обнажив, опозорят город-блудницу. Они и плотью ее сидят, как хищные звери, а разграбив и пожрав все, что можно, сожгут ее в огне. Не разваленные останутся, а только пепел от города будет, поднимаем ветрами и развиваем ими по миру. В наш атомный век такие катастрофы уже вполне представимы. Не бывает, поругаем Бог. Долго терпел он великую блудницу, но вот Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю. Так и в кошмарных событиях антихристового времени Бог будет осуществлять свою волю. Он попустит на короткое время, как бы на один час, стих 12, всю власть над миром отдать зверю сатане. Вавилон будет разрушен десятью царями, а их царство будет отдано зверю. Сатана был, Сатана хотел быть владыкой мира, единым и полновластным. Он будет им. Он достигнет своего на один час, чтобы потом претерпеть вечное сокрушение. Все царство над миром будет отдано сатане-зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Доколе не проедет небо и земля, и одна иота, или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Матфея 5, глава 18, стих. Будет кончину века сатана иметь власть, пока не исполнится до молящего все слова Божие, реченное через святых и пророков, и тогда придет конец. Откровение, 17, глава 18, стих. жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Толкование. Интересно еще отметить, что слово царствующий стоит в настоящем времени. В этом можно либо усматривать указание на то, что речь идет о городе, царствующем во времена Иоанна, о Риме, либо же Рим только прообраз, а царствование города в настоящем времени надо относить не ко времени в писании апокалипсиса, а к ведению, то есть введение город введется Иоанну уже царствующим. Как и многие другие грядущие события он видел как бы уже происходящими. Откровение, 18, глава, 1, стих. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. Толкование. Словами после сего разделяется предыдущее видение великой блудницы на звери от видения падения Вавилона. Иоанн увидел иного ангела, уже не того, что в Откровении 17, главе 1, стихе, который был одним из имеющих семь чаш. Этот ангел, сходящий с неба, но дальнейшими атрибутами он отличается от того ангела. Как сходящий с неба ангел является особым посланником небес, имеющим важную весть для людей земли. Это один из высших ангельских чинов. О нем сказано, что он имеет власть великую, и при его явлении земля осветилась от славы его. С той славной небеса, что от одного их посланника освещается вся земля. Считать, что подобная слава и власть приличествует только самому Господу Иисусу Христу нет никаких оснований. Ибо для возвещения столь великой вести, как падение Вавилона, знаменующей великий ангел. Так и при втором пришествии Господь пошлет ангела своих с трубой громогласную. Матфея 24, глава 31, стих. Что этот ангел не Господь видно из того, что в стихе 4, голос Господа назван иным по отношению к голосу этого ангела. Откровение 18, глава 2, стих. И воскликнул он сильно громким голосом говоря, Пау, Пау, Вавилон, великая блудница, сделала совжилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудеяния своего она напоила все народы. Толкование. Итак, в третий раз в Откровение 14, главе 8, стихе, 16, главе 19, стихе и 18, главе 2, стихе, и уже третьим ангелом возвещается падение Вавилона, Великой Блуднице. Непременно и ужасно все это будет. Грехи Вавилонской башни достигнут небес, и она будет низвержена. Прообразом падения Вавилона, кончиной века, было падение древнего халдейского Вавилона, о котором тоже было возвещено Паул, Паул, Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. Исайя, 21, глава, 9, стихе. Итак, город, цветущий антихристианской цивилизации сделался первое жилищем бесов, второе и пристанищем всякому нечистому духу, третье пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Андрей Кисарийский так и об этом пишет. По Божьему домостроительству освобождающему людей от вреда и по собственному человеконенавидению как зверям, так и нечистым духам свойственно стремления к пустыне. Места руин и развалин, места опустошенные и разрушенные, оставленные людьми и Богом становятся жилищем и пристанищем как нечистых животных и птиц, так и нечистых духов. Такие места являются стихией нечистых сил, как бесплотных, так и материальных. Вавилон будет груду и развалин, жилищем шакалов, ужасов и посмеянием безжителей. Говорит пророк Иеремия, 51 глава, 37 стих. Исайя также пишет об этом же. И Вавилон краса царств, гордость халдеев будет неспровергнут Богом, будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматы будут скакать там, шакалы будут выть чертогах их и гиены в усилительных домах. Исайя, 13 глава, 19, 21, об этом разоренной земле сказано. И завладеют ей пеликан и еж, и филин, и ворон поселятся в ней, и протянут по ним верфь разорения и отвес уничтожения. И зарастут ее дворцы колючими растениями, крапивой и репейником, твердыней ее, и будет она жилищем шакалов пристанищем страусов. И звери в пустыне будут встречаться один с другим, там будет отдыхать ночное привидение и находить в себе покой. Исайя, 34 глава, 11, 13, 14 стих. Смотрите та же Иеремия, 50 глава, 39 стих, Исофония, 2 глава, 14 стих. О пребывании нечистой силы в пустынных местах учил и сам Господь. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Матфея, 12 глава, 43 стих. Объясноватый, исцеленный Иисусом, был гоним бесом в пустыне. Луки, 8 глава, 29 стих. Вот в какое страшное зрелище превратился Вавилон, краса царств, гордость цивилизованного человечества. Откровение, 18 глава, 3 стих. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее толкования. Причина та же самая, что и указано в Откровении, 14 главе, 8 стихе, расклевающее, развращающее влияние на политику, нравы и религию всех народов. И еще здесь особо отмечается экономическая роль города-блудницы. И купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Великий Вавилон центр мировой торговли. Через него обогащали все страны. От великой роскоши этого города разбогатели города и страны всего мира. И вот все рухнуло. Ибо из-за обретения земных богатств люди забыли о небесных. Господь говорил, что подобно царство небесное купцу, имеющим хороший жемчужин. Матфея 13 глава 45 стих. Но вот хорошие жемчужины небо в забвении, и купцы земные устремились к жемчужинам земным. До поры, до времени Господь вздирал на все это, но вот положил конец, пал Вавилон. Душа, ищешь ли ты хороший жемчужин небесного Иерусалима, или ты купец земной, богатейший от великой роскоши Вавилона. Откровение 18 глава 4 5 стих. И услышал я иной голос неба, говорящий, выйди от нее народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвернуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее. Толкование. После ангельской вести о падении Вавилона блудницы, услышал я иной голос с неба, говорящий. О том, кому принадлежит этот голос, можно судить и сказанный им слов христианам народ мой. Из этого обращение видно, что говорит никто иной, как сам Господь Иисус Христос, ибо только Он, а не ангел или еще кто имеет право назвать христиан народом своим. Чему же призывает Христос чад своих, выйдя от нее, от Вавилона блудницы. Народ мой, и сделать это надо непременно по двум причинам. Первое, чтобы не участвовать вам в грехах ее. Положение в этом великом городе будет таково, что невозможно будет жить самому себе. Необходимо будет обязательно участвовать в греховной общественной жизни города. Не имея печати антихриста, невозможно будет ни купить, ни продать что-либо, ни участвовать в чем-либо. Возможность возникновения такого общества подготавливаться уже теперь. Мы видим, что человек все менее и менее предоставлен себе. Все менее он имеет возможность сам определить свою жизнь. Человек член определенного общества и может жить только сообразуясь с понятиями, нравами и обычаями этого общества. Причем со временем все более растет обязательность участия каждого человека в грехах общества. Ложна и обманчивая мысль быть участником греховного общества, но не участвовать в его грехах. Такой мысль лукавый завлекает простодушных в свои сети. Правильный выход может быть только один «Выйди от нее народ мой». До самых последних времен христиане еще будут жить в великом городе Вавилоне. В нем будет проливаться их кровь за исповедание веры». Откровение 17 глава 6 стих «Но настанет момент, когда уже невозможно будет оставаться в городе, не участвовав в его грехах, и верные Христу оставят его». Вторая причина выхода из Вавилона блудницы, чтобы не подвергнуться язвам ее. Господь накажет город греха и разврата, но Он не желает вместе с нечестивыми погубить и праведных. Как некогда был выведен праведный лот с семейством из города, преданного осуждению. Так будет выведен праведный из Вавилона, имеющий погибнуть. Ветхий завет предлагает нам и другие подобия. Так Моисей сказал обществу «Отойдите от шатров нечестивых людей сих, Корея, Дафана и Аверона, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе во грехах их». Числа 19 глава 26 стих. Или вот другое сравнение. «Когда вывел Моисей народ из страны встретили Богу и стали у подошвы горы». Исход 19 глава 17 стих. «Чтобы вступить в завет с Богом, через пророков Исаи и Иеремию призывал Господь свой народ выйти из Халдейского Вавилона». «Выходите из Вавилона, бегите от Халдеев». Исаи «Не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя носящей сосуды Господни, ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израил будет стражем позади вас». Исаи 52 глава 11-12 стих. «Бегите из среды Вавилона и уходите из Халдейской земли, и будьте как козлые впереди стадо овец». Иеремия 50 глава 8 стих. «Бегите из среды Вавилона и спасайтесь каждой душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его. Выходите из среды его народ мой, и спасайте каждую душу свою от пламенного гнева Господа». Иеремия 51 глава 6-45 стих. «Так и в кончину века прозвучит глаз Господа, выйди от нее народ мой, и выйдут верные из Вавилона, а нечтивые останутся своими чести, и внезапно постигнет их пагуба». Интересно еще немного остановиться на излюбленном сектантском употреблении этих слов. «Выйдет от нее народ мой». Сектанты и раскольники самых разных толков образуют разные общества под лозунгами, в основу которых положены эти слова. Реформаторам в 16 веке показалось, что католическая церковь блудница, и они возглавляют выход из нее народа Божия, как они себя считают. Но вот и образовавшееся протестантское общество кажется уже блудницами, и снова выходит народ фуритане, баптисты, методисты. Но вот и они уже не то, и выходят адвентисты, иеговисты, пятьдесятники, совершенники. Под этим же лозунгом происходит разный раскол внутри сект. Например, выход братских менонитов от церковных. 1860 год или недавний, начало 1960-х годах, выход баптистов, инициативников от евангельских христиан-баптистов. И этому выходу народа Божия не есть конца. Любят при этом еще приводить слова апостола Павла. Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение от праведности с беззаконием? И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. 2 Коринфянам 6 глава 14-17 Здесь мы имеем явный пример злоупотребления Писанием. Во всем Писании нет ни одного слова, хотя косвенно призывающего к церковному расколу, к выходу из мирской церкви и воссозданию духовной. Наоборот, Писание ясно учит, что одно тело церковь, и один дух, один Господь, одна вера, одно крещение. Эфисианам 4 глава 4-5 стих. И это единая церковь вечна, и врата ада не одолеет ее. Матфея 16 глава 18 стих. Ни одно место Писания о выходе не говорит о выходе из церкви, ни ветхозаветной, ни новозаветной. Выйти народ Божий призывается из гибнущих городов Содома и Гаморы, из Египта, от святататцев Корея, Дафана и Аверона, из Халдейского Вавилона, от неверующих идолопоклонников, из антихристового города Вавилона, но нигде из церкви. Об отделяющих же от церковного единства ясно говорит Господь. Ветвь не может приносить плоды сама собою. Если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Кто не пребудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Иван Гриотиана 15 глава 4-6 стих. А апостол Ян уже после написания апокалипсиса так пишет о них. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. 1 Яна 2 глава 19 стих. Строители Вавилона хотели построить себе башню высотой на небес. Бытие 11 глава 4 стих. Это им не удалось. Но им удалось воздвигнуть башню грехов, достигшую неба. От древних строителей Вавилона и до слуг антихристовых Бог как бы все терпел неправды нечестивых царств всех семи. Наконец Бог воспомянул неправды ее, неправды Вавилона, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Иеремия 51 глава 9 стих. Кончилось долготерпение Божие. Настало время праведом гнева и суда. Откровение 18 глава 6-7 стих. Воздайте ей так, как и она воздала вам. И вдвое воздайте ей по делам ее, в чаши, в которой она приготовляла вам вино. Приготовьте ее вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Толкование. Господь призывает воздаяние на город будницу. Но к кому он обращается совершить это воздаяние решить трудно. Либо он обращается к неповинным, чтобы они наказали своих мучителей, либо это обращение к наказывающим ангелам, которые принимают обиды, причиненные своим сарабам, христианам, как причиненные самим себе. Либо это обращение к десяти царям, которые возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Откровение 17, глава 16. Наказание соразмерно с преступлением. Воздайте ей так, как и она воздала вам. В этом божественная справедливость, которая все-таки в конце концов сидит. И никто не сможет сказать, что он наказан более, нежели заслужил, как и никто не сможет избежать возмездия за то, что совершил греховного. О сугубом воздаянии за грех говорит и Ветхий Завет. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Исход 22, глава 9 стих. Как же это согласовать со справедливостью? Да именно этого и требует справедливость, как здесь сказано, и вдвое воздать ей по делам ее. Истинный суд по делам и должен воздать сугубо. Объясним на примерах. Вора украл у человека 100 рублей. Только ли на 100 рублей он нанес ущерб пострадавшему? Нет. Человек не просто потерял 100 рублей, но весьма расстроился и огорчился. Ему необходимо было купить вещь, которую он долго искал. И вот наконец представилась возможность. Если ему потом возместят 100 рублей, то он все равно уже не сможет обрести то, что хотел. А из-за этого он лишается всего, что мог бы приобрести благодаря той вещи. Таким образом, действительный ущерб гораздо более 100 рублей. Или убийца. Виноват ли он только в прекращении жизни убитого? А разве он не виноват еще в слезах и безучешном горе матери убитого? В седине отца, безысходной горе жены, оставшейся вдовой? Разве не виноват перед детьми вырастающими без отца? Или человек солгавший матери, разве он виноват только в том, что сказал неправду? Разве не усугубляется этот грех тем, что неправда сказана матери, давшей ему жизнь, вскормившей и воспитавшей его? Разве он искупит вину одним только тем, что скажет ей потом правду? Итак, во всяком грехе виновность преступника больше его преступного дела. Потому в двойном воздаянии по делам заключается неформальная, но истинная справедливость. Далее указывается конкретно вина города блудницы, вино блудодеяния, которым город напаял, как из чаши все народы, превращается в двойное количество вина гнева Божия, которое приготовляется теперь этому городу. Об этом так пишет пророк Аввакум. Горя грехи и в будущем и в будущем. Или потому, что мучимы будут и душа, и тело. Или потому, что грех наказывается не только внешним мучением, но более внутренним, заключающимся в совести. Далее, еще иным образом, небесный голос Господа поясняет меру наказания городу. Сколько было славы и роскоши, которыми город полещал все народы, столько воздадут ему мучений и горести. Как высоко взлетишь, так низко и упадешь. В ослеплении, самообольщении и безумной гордости она говорит в сердце своем. Сижу царицую, я не вдова и не увижу горести. Это, как псалмопевец Давид описывает. Я говорил в благоденстве моем, не поколеблюсь вовек. Псалом 29, 7 стих. А у пророка Сафонии и о Неневии так сказано. Вот чем будет город торжествующий. Живущий беспечно, говорящий в сердце своем, я и нет иного кроме меня. Как он стал разваленную, благовищем для зверей, всякий, проходящий мимо него, посвищет и махнет рукою. Сафония 2, глава 15 стих. Так же будет и с великим Вавилоном. Это еще похоже на того богатого человека в притче Господней, который говорит себе, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Луки 12, глава 19, 20 стих. Гордая блудница видит себя царицей, а не вдовой, и говорит, что не увидит горести, о, как быстро и резко все изменяется. Откровение 18, глава 8 стих. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и боя сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. Толкование. Много лет кичливо город красовал со своей роскошью и самонадеянно уверял, что не увидит горести. Трепетали перед ним все народы, и вот в один день все это рухнуло под удары могучей десницы Господа. Царица, не чаявшая себя видеть вдовой, под царем мужем, можно, разумеет, антихриста, объявившего себя Богом. Вдруг оказалась блудницей, преступницей, ведомой на казнь. Далее перечисляются четыре казни, которые будут посланы на город. Первое. Смерть, которая совершенно опустошит прежде столь многолюдный город и превратит его в мировое кладбище. Второе. Плач, горький, раздающийся на улицах, прежде оглашаемый безумной музыкой и смехом беспечно живущих людей. Третье. Голод, который сменит изобилие в бывшем торговом центре мира. Четвертое. И финал всех бедствий будет сожжена огнем, как и ранее было сказано, что десять царей сожгут ее в огне. Откровение 17, глава 16, стих. Вся краса царицы обратится в пепел и руины. Так будет наказана превозносившая себя великая блудница, потому что силен Господь Бог, судящий ее. Никогда не забывай, человек, что силен Бог, имеющий судить тебя. Когда ты будешь себя чувствовать наиболее прочно, в один день ты потеряешь все. Ничего не утверждая предположительно ход событий, мы можем себе представить так. Под знамением Вавилона, столицы северного народа, собираются множество народов мира. Они вместе с народами царей восточных переходят высосший Ефрат и идут войной на Израиль, где в Великой Битве Армагеддон находят себе могилу. Так пожирает их антихрист, восседающий в Иерусалимском храме. А десять царей, верных антихристу, идут на город Вавилон и уничтожат его дотла. И когда поднимется дым от огня, уничтожившего Вавилон, то восплачат люди о гибели великого города. Особым мистическим ужасом веет от катастроф, уничтожающих великие цивилизации. История знает такие события, как гибель Первого мира в водах Всемирного потопа, как разрушение Иерусалимом на выходу Носором 587 год до Рождества Христово, а позднее римлянами 70-й год по Рождеству Христово, как гибель Помпеи от извержения вулкана Везувия 79-й год, как падение Рима 476-й год, и падение Константинополя 1453-м году, как атомные грибы над Хиросимой и Нагасаки 1945-й год. Все это как бы содрогание вулкана, который всю силу своего извержения обрушит на Вавилон Антихристово Царство. Далее Ян описывает плащ над Вавилоном. Плащ Царей стих 9-й, 10-й Плащ Царей стих с 11-й по 17-й Плащ торговцев стих с 17-й по 19-й Плащ мореплавателей и своеобразным заключительным аккордом этого плаща станет ликование небес стих 20-й Ну все наверное да? Ну все больше ничего нет Я сейчас покажу как у нас что идет наше сокровище как всегда вот среди 38 книг которые мы издали особое место занимает Новый Завет полное толкование вместе с апокалипсисом по крайней мере я нигде еще не видел что такое было в западной или восточной церкви обычный блаженный апопилаг до откровения Андрея Кисарико Подокисского одно откровение но соединенное чтобы вместе было по разноске по сегодняшним разбития главам и стихам и с комментариями ну и все проще просто я не знаю вот она у нас здесь находится и мы поместили здесь 230 иллюстраций Густава Доре нами раскрашены они полный лист видите как прекрасно все это выглядит это как подарочный видите как оно выглядит с закладками вот далее у нас очень ценное что есть это канал православный видеоканал открытым оком во свете Библии около тысячи наших роликов наших не откуда-то взятых собрания по детскому лагерю мы строим православную деревню где может поселиться кто не лжет не пьет не курит не матерится не ворует вот таким качеством вот ну тут все данные телефоны я уже не говорю тут можно перезвонить мы объявили мы объявили всем вот она вот она где есть я сейчас только подсчитал в Мэйру у меня на сегодняшний день 23 октября 2013 года 6981 фотография ну и где-то 1100 роликов тоже наше это занятие миссионерская работа это очень богатая страница просто зарядите Игнатий Лапкин я в интернете там где это кто работает вконтакте одноклассники в фейсбуке я их даже вообще считаю намного ниже Мэйл.ру там тоже у меня есть страницы но они мертвые я по ним не могу работать потому что здесь я могу рассылать все в прошлом году за раз можно было на 10 тысяч посылать заходите все сюда и вот еще у нас здесь есть во свете Библии наш сайт православный библейский сайт слово православный библейский зарядите в гугл посмотрите вы на нас выйдите сразу православный библейский несовместимые слова это ну совершенно несовместимые и все говорят Это или православные, или библейские. Библейские – это сектантские, православные. Нет, это православные в самой основе первоапостольской. Вот самое ценное – это 4124 ответа, которые я даю. Это никогда не создать. Я утверждаю, не созданы и никогда не создать. Ответы будут другие. Настолько другие, что они даже против будут идти того, что я говорю. Здесь звук, 50 книг мной насчитаны. Полностью Златоуст, Жития Святых. И вот внизу написано «Православный форум Игнатия Лапкина». Если его только ткнуть, сразу переходишь на наш форум. Вот он. Как раз я сегодня даю этот ответ. Вот. Что у нас он есть? Как он выглядит? Вот он, православный форум Игнатия Лапкина. Пожалуйста. Это то, что мы можем сегодня людям предложить. Сегодня ночью много пришло отзывов, что фотографии хорошие. А фотографии – это не первое место. Главное – это другое. Видишь, какие приходят тут. Вот это люди, которые сегодня зашли к нам. Это бывший наркоман. Вот так он выглядит прекрасно теперь. Вот. Видишь, какие? У нас, чтобы обязательно все были в платочках. Платочки женщины носили. Даже девушки. Вот. Ну, а тут уже видно, священнослужители пишут. Потеряевка. Это жемчужина. Да, с большой буквы. Не так все, как в картинках это выглядит. Да, у нас много видео. Мы пишем о всех недостатках. О неурядице. Все абсолютно. Вот как есть, мы все пишем. Стрижка овец, дойка коров. Там где-то что есть. Все абсолютно. Ну, ты сам сделай выводы для себя. Это живые люди. Но главное – устав, он соблюдается. Ну, я считаю почти все. Не считаю, что вот главная ошибка сектантов – всех. Не православные – это сектанты. Пусть они не обижаются на это. А православные – тоже секта. Вы возникли в 11 веке. Ну, тысячи людей говорят, которые не понимают ничего совершенно. Слово «православный» вообще отсутствует. Ну, где оно отсутствует? А вообще его никто не знал. На каком основании, говорит. Вот я, допустим, сейчас специально даже могу показать, как это – соборы. Вселенские соборы. Вот Вселенские соборы, поместные. Вот у меня есть здесь святые отцы. Вселенские соборы – слово «православный» как употребляют? Когда они были? Люди, которые ничего не понимают. Первый Вселенский собор. Вот Первый Вселенский собор. Это я все разбил уже, нашел по Вселенским соборам, работал здесь. И показываю, когда, в каком правиле уже встречалось слово «православный». Вот. У кого болезнь – это первое правило. Вот они, Вселенские соборы все показываются. Когда слово «православный» было употребляемо уже. Вот. Это соборы все. Уже в апостольских правилах слово «православный» встречается. Вот и все. Вот. Христос воскрес. Это начало тысячелетнего старства. Вот с этим никак не соглашается. А тогда, где оно приблизило старство небеса, оно не придет приметным образом. Это не пища и питье, но праведность, мир, радость во Святом Духе. Вот. Последняя точка – это «Сатана скован» здесь, на Голгофе. И вот Христос пришел в последняя точка. Это «Страшный суд», это «Восхищение церкви» и «Всеобщее воскресение праведных и греши». За три с половиной года «Антихрист» – все. Это наш сайт «Кристине один народ.ру». И у меня 30 томов открытым оком вышло. Второй том, 470-я страница, это там противосектантский материал, как раз об этом. Я 50 лет беседовал, сотни бесед провел с сектантами. Баптиисты, адвентиисты, пятидесятники, ну, разное-разное. Вот. И ни разу еще не было, чтобы в конце они не сказали, что они заблуждаются. Я привожу в доказательство вот этого 72 места из Библии. А они приводят, ну, не больше 6-7 мест и больше ничего нет. У них рассыпается все. Толкование должно быть такое, чтобы одно место Библии не противоречило другому. Нигде и никак. Вот в этом все. Это вот очень важный материал. Он как раз здесь, я уже просто показываю. Можно еще раз заснять, чтобы дома могли отдельно посмотреть. Все на этом на сегодня. Приступаем к работе. То как. Все, вошло. Все у нас здесь есть. Я вот сегодня разбираю почту, что пришло. Всем надо ответить. Вот наркоман отвечает, и там один. Вот что самое главное. Я отвечаю ко всем, кто погибает от наркотиков, табака, пьянства. Для них выше уже был от меня ответ. В конце ответа материал и ссылка о упоркотерапии. Если серьезно хотите начать жизнь во Христе Иисусе, святую, трезвую, полезную, с полной самоотдачей к ногам Христа, то никто вам в этом не поможет, так как только Христос. Без Бога все попытки вытащить себя заканчиваются смертью, ввиду уже пропущенного времени и полного разложения организма храма. Это все самоубийцы и идут в вечное мучение, как изверги рода человеческого. Есть и те, кто переходит на иное, пусть даже и без прежних пороков. Они впадают в разные ереси, в царе божьи, в великодержавники, в скинхеды, в лжепатриотизм. Но концовка та же самая. И только Господь Христос спасает и спасает навсегда. И ты будешь ненавидеть тот самый грех, от которого погибал. Это вопрос задать. Что самое главное в жизни? Я отвечаю. Иоанн 15,5. Есть млозавые ветви, кто пребывает во мне, я в нем. Тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Ибо в Писании, говорит, всякий верующий в него не постыдит цариминам 10.11 и писянам 5.12. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Дальше я поясняю. Вот здесь. У нас есть сайт, форум, видеоканал. Самое большое число фото в моем мире, ибо я считаю эту систему самой эффективной. Одноклассники, агенты ВКонтакте, Фейсбук и разные прочие вместе намного ниже моего мира. Хотя и основательно подпорченную администрацию с прошлого года. Тогда можно было сразу посылать на 10 тысяч друзей материалы, 3 тысячи знаков и 12 фото. Но даже в этом укороченном виде мейлеру лучше всех систем общения в интернете. Вот сюда и приглашать всех. Тут на странице Игнатия Лапкин, где я без голода, 6981 фото на 23 октября 2013. Более тысячи роликов наших. Самое важное в вере. Христос Иисус, жизнь во Христе Иисусе, быть Вадимом Духом Божиим. Это я отвечаю на вопрос сегодняшний. Что самое главное в жизни? Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Филиппийцам 1, 21. Матфея 16, 26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп дать человеку за душу свою? Иоанн 20, 31. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И веруя, имели жизнь во имя Его. 1 Иоанна 5, 13. Все написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Римлянам 8, 9. Вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. 2 Коринфянам 3, 11. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. И Римлянам 14, 8. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем или умираем, всегда Господне. Я сейчас букву Е переведу на Йо, где надо. Просто упустил это везде. Почему-то буква Йо оказалась гонимой в заключение. Ее вообще не хотят нигде поставить. Это я, ну, из жизни. Христос приобретение. Пользуя человека, если он приобретет, вот на Йо, приобретет весь мир. А душе какой будет подать человек за душу. Написано в веру, что Иисус Христос. Вот я сейчас все сделаю. Все. Так. Но вы не по плоти живете на Йо. Если Дух Божий живет Йо у вас, то Духа Христова не имеет, тот не Его. И Дух Господний там свободен. Для Господа умираем. Потому живем или умираем всегда Господне. Все. Недолго совсем. Я слышал, будто бы когда готовили издание полное Солженица, но он попросил только одну букву Е перевести в Йо. Где написано все и все, не понимаешь даже о чем лез. Суета-сует. Понятно. А если Йо поставят, суета-сует. Но это же большая разница. И даже не понимаешь о чем говорят. Вот все. Теперь все с Йо. Пожалуйста. Смерть приобретения. Приобретет. Вот она. Вот она. Приобретет. Какой вы куда имели жизнь во имя Его. Пожалуйста. Живете. По духу живете. Вот. Живем. Йо. Видите как. Серьезно отвечено. Пускай смотрят, радуются. Запрета никому нет. Вот так.